Станислав и Наталья Живун воспитывают четверых, старше 16, младшему полтора месяца. Родители много работают, посещают церковь и все свободное время уделяют детям. В Доме православной культуры Георгиевского храма они делятся секретом счастья с участниками форума «Становление молодой семьи на основе преемственности традиций». Стараемся прививать ценности не просто такие вещественные, которые нас окружают, а духовные, потому что без этого составляющего, как такого человека, нет. На пленарном заседании поднимают важнейшие вопросы, которые касаются каждого. Стабильность семейных отношений, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни и преемственность поколений. В зале более 170 человек – духовенство, чиновники, педагоги, представители общественных организаций и просто неравнодушные. Присутствуют и гости из России. Форум благословляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Когда нет традиций или теряется традиция, тогда и имеем мы все наши социальные проблемы, с которыми не знаем, как бороться. Это и разводы, и прочие социальные проблемы, которые мучают общество наше. Поэтому мы сегодня обсуждаем, как нам вернуться к традиции, к традиции христианской, к нашим общечеловеческим и нашим национальным традициям, для того, чтобы сохранить семью, сохранить общество, сохранить государство. Многодетных семей с каждым годом все больше. Только в Могилевской области почти 12 тысяч. Для них весомая помощь от государства, пособия, льготы и строительство жилья. С 2020-го отцам полагается еще и 14-дневный отпуск в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Наниматель обязан предоставить его по заявлению работника. При этом отдых может частично или полностью оплачиваться. Сейчас активно прорабатывается вопрос, чтобы родители могли комфортно совмещать и труд, и растить детей. Все начинается с семьи, то достаточно важно уделять внимание и духовному развитию семьи, и государственной поддержке, и в целом восприятие семьи как ячейки общества, как единицы, которые дают развитие нашему государству. В городе проживает фактически тысяча молодых семей, и чуть меньше половины из них имеет статус многодетных. Поэтому для нас важно, каким образом развивается эта семья, как она себя чувствует в этом социальном русле, и каким образом можно ей помочь, в чем ей надо помочь. Не случайно форум проходит в преддверии Дня народного единства. Государство, церковь и общественность действуют сообща в решении вопросов сохранения и укрепления истинных ценностей белорусского общества. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписывают Международная организация, Союз православных женщин, БСЖ и православные бабручанки. После подводят итоги конкурса рисунков «Семья глазами детей» и вручают подарки многодетным. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360.